Правду у нас здесь не любят. Не любят. И один в поле воин, даже если он пенсионер, решила для себя жительница Ридера Галина Винникова. Женщина ведет открытую неравную войну с полицейскими города и области. В крепких выражениях не стесняется, чуть мягче называет полицейских взяточниками и оборотнями в погонах. А всю систему насквозь прогнившей. За это пенсионерку в округе боятся все силовики. Я как доили со страшной силы. Все, кому не лезть, с Узкоминогорска приезжали доили. Один раз даже с Астаны какой-то вечером по темноте в гражданке. К силу показал, я вообще ничего не вижу, темно. Я говорю, дергай отсюда, говорю. Ты можешь обрать, а можешь бандит, говорю. Еще вечером ты можешь приезжать и смотреть у меня. Там он металл лежит. Это мы еще лет 6-7 назад купили, когда еще хороший. Уже 10 лет Галина Михайловна принимает металлолом. На пенсию даже в маленьком Ридере прожить нереально. Для бывшего работника торговли слова «откаты и крышевать» не новость. Она рассказывает, местные полицейские регулярно подъедаются на ее небольшом бизнесе. Деньги требуют открыто. То на бензин, то просто за то, чтобы закрывать глаза на ее предпринимательскую деятельность. Я к начальнику нашего милица пришла. Я говорю, так что, уже Узкоминогорский оббирает, говорю. Как что, ты это все рассказываешь, говорю. Ольшарский такой, того, я не знаю, говорю. Типа Жакупов крышевать будет. Мне, говорю, что звонить? Жакупов, у меня есть, говорит. Да нет, я сам позвоню. Да черт он ему позвонил, естественно. То есть реакции нет никого? Да никакой нет. Что они сами заставляют этих мелких, мелких сушь, собственно говоря, от этих. О том, что президент назначил коррупцию общенациональной победой, Галина Михайловна слышала. Но в маленьком городе свой мир и свои законы. Пенсионерка давно уже изучила все схемы, по которым здесь работают люди в погонах. Только вот знания эти – никакая не сила. Это система. Типа, как знаю, я слышала, что вот собирают деньги, бабки туда отвозят, в область. Чего в область в эту жаловаться? Тем не менее, Галина Винникова едва ли не каждый свой день начинает со звонка в прокуратуру или полицию. В сентябре планируют поездку в город Металлурга, Астану, на прием к сенатору Гани Касымову. Даже книгу хочет написать «Исповедь металлиста». Боится разве что за сына, которому, возможно, станут мстить. Галина Винникова уверена, что сегодня в Казахстане пенсионеры – единственная социальная группа, которая способна протестовать без страха. «А что нам терять?» – бодро говорит на прощание Галина Михайловна. Ведь не может государство отобрать нищенскую пенсию. Евгения Сазонова, Павел Ангельгард, Ридер, Восточный Казахстан.